Надежно установлено, что любая современная этническая группа складывала в течение длительного времени из весьма различных компонентов. Иными словами, у нее имелось несколько различных предков. Языковые, культурные, биологические. Все это разные предки. Это открывает возможность для выбора. Вот это очень важно. Всегда есть возможность выбора предков. А этот выбор определяется уже нелюбознательностью. А решением насущных политических задач. А так как в разные исторические периоды перед обществом стоят разные задачи и местные политики решают их по-разному, то проблема выбора предков часто становится политически актуальным делом. Поэтому нередко историки вынуждены выбирать из широкого набора именно тех предков и придавать им тот образ, который требуется властям. В этом случае мы имеем дело с созданием мифа, опирающегося уже на современные научные технологии. Вот я это подчеркиваю, потому что обычно считается, когда люди говорят о мифах, говорят мифы древней Греции, древнего мира, мифы древнего Востока, мифы, связанные с традиционными культурами. Но сегодня мифы создаются научными технологиями. Это надо понимать. Этот процесс с легкостью выявляется при изучении особенностей поиска предков своих народов, которыми занимались советские интеллектуалы в 20 веке. И этот процесс продолжается сегодня. Вот приведу вам интересный пример. В течение 20 века азербайджанцы пять раз сменили образ своих предков. В недолгий период существования Азербайджанской республики и затем в эмиграции азербайджанские националисты связывали своих предков со средневековыми тюрками-завоевателями, создавшими империи и распространявшими тюркский язык. Затем второй этап. В Советском Союзе в период борьбы за интернационализм и дружбу народов на рубеже 20-30-х годов выковалась другая версия, согласно которой азербайджанцы и армяне могли иметь общие кавказские корни и исключительно местных предков. Затем третий период, конец 30-х годов, была выдвинута версия, по которой азербайджанцы якобы происходили от Мидин. Сперва это было призвано обнаруживать у них индоевропейские корни и сделать их родственниками армян, чтобы уменьшить давнюю вражду. В 40-х годах эта концепция получила новое наполнение и была призвана легитимизировать советские претензии на земли иранского Азербайджана. В последние советские десятилетия официальная версия этногенеза связывала предков азербайджанцев с Кавказской Албанией. Это уже четвертый этап, да? А это должно было сделать азербайджанцев подлинно коренным автохтонным народом и закрепить их права на Нагорный Карабах. Но уже тогда с этой версии начала конкурировать пан-тюркистская версия. Не только возвращавшая азербайджанцам их тюркское наследие, но и тюркизировавшая древнее население Азербайджана из соседних регионов Среднего Востока. Эта версия получила официальное признание в советском Азербайджане. Она объединяет язык с идеей автохтонности и оптимально соответствует претензии доминирующего большинства на власть в республике. Вот вам как интересно в течение саудского периода пять раз народ сменил своих предков. Продолжение следует...